Но ты-то, почему ты русофоб? Почему я русофоб? Как ты мог принять участие, да не просто принять участие, как ты мог выполнить этот спектакль, в котором русские люди представлены уголовными маргиналами? Про Пушкина даже не вспоминаю, думаю, кому он здесь сдался. Союз театральных деятелей Я очень благодарен своим коллегам, которые доверили мне возглавить Камчатское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации. И изначально эта организация называлась «Общество вспоможения артистам» и основана была в 1897 году. То есть это одна из старейших общественных организаций в Российской Федерации на сегодняшний момент, который объединяет в себе всех театральных деятелей России. На Камчатке таких деятелей на сегодняшний момент членов Союза театральных деятелей 52 человека. Песенка Игоря Иренбурга, все того же, называется «ВТО» или «Всероссийское театральное общество». Сел с товарищем в авто и помчался в «ВТО». Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это «ВТО», шой-то вроде «ГТО». Только там ведь все у них иначе. Мы знаем «ВТО» исключительно по песне Игоря Ирнокентьевича Эренбурга. В этой песне говорилось «ВТО», что-то вроде «ГТО». Так чем же ты занимаешься, как чиновник от ВТО нынешнего СТД здесь? Я занимаюсь как раз реализациями тех проектов, которые на сегодняшний день представляет Союз театральных деятелей для театральных деятелей и для театров. На сегодняшний день СТД – это один из средств таких финансовых потоков помощи для развития театрального искусства. Также Союзом театральных деятелей учреждены стипендии, учреждены фестивали. Кстати говоря, здесь фестиваль «Золотая маска». Он учрежден именно Союзом театральных деятелей. Кроме этого, выделяются специальные гранты на самостоятельные проекты, гранты на постановки спектаклей, взаимодействие с театрами. Недавно в Камчатский театр приезжал по программе Союза театральных деятелей «Театральный критик». То есть, все расходы берет на себя Союз театральных деятелей и направляет специалистам по заявкам театров. Профессиональная критика прилетает сюда. То есть, для региона и для театра это ничего не стоит. Это всем занимается СТД. А театр получает профессиональную критику. Также молодые деятели театра и активные участники, которые хотят себя реализовать, они могут в определенный период, когда открываются грантовые конкурсы, подавать на эти конкурсы заявки, выигрывать эти конкурсы и дальше уже реализовывать свои идеи. И вот, допустим, в 2021 году двое артистов театра драмы побывали месяц в Звенигороде в летней школе СТД, которая уже на протяжении многих лет проводится. Больше 10 лет проводится в Звенигороде. Со всей страны собираются на конкурсной основе артисты, которые с лучшими театральными специалистами делают спектакли в течение месяца. Это совершенно незнакомые друг с другом люди. И это театральное сообщество молодых артистов, которые улетают в эту театральную школу для того, чтобы поделиться и своим багажом, и получить новый навык. Потом я сам лично участвовал в лаборатории 40+. Это уникальная программа, на ней можно побывать только один раз в жизни. И только при 100 летом деятельности. Совершенно верно. И только тем, кому исполнилось уже 40 лет. То есть, вот мы по всей стране, опять же, был конкурсный отбор. Нас отобрали 10 человек со всей страны. Мы закрылись в Доме творчества СТД РУЗа в Подмосковье. Тоже на месяц. Там занимались театральным исследованием. Мы занимались лабораторной деятельностью в сфере театрального искусства. И к концу этого месяца мы также выпустили спектакль, который пять раз сыграли в Боярских палатах возле театрального центра на Страстном в Москве. То есть, вы выпустили спектакль. Да. Но получается то, что это было твое прощание со сценой, и ты решил на старости лет заняться административной деятельностью. У тебя ведь сейчас нет никакой творческой жизни? Есть. Творческая жизнь, конечно, есть. И административной деятельностью я особо заниматься полностью никогда не хотел, собственно, и не собираюсь. Потому что театр – это не здание, к которому ты привязан. А театр – это тот образ жизни, в котором ты, собственно, живешь. Потому что составлять бумажку в СТД, помогать молодым актерам – это образ жизни. И работать, и работать, конечно, в первую очередь, я артист. И благодаря, опять же, Союзу театральных деятелей, при поддержке Союза театральных деятелей, в этом году на Камчатке мы вместе с Валентином Васильевичем Зверовщиковым выпустили моноспектакль по пьесе Михаила Хейфица «Спасти камеры Юнкера Пушкина». Ах, да-да-да-да, совершенно верно, прости, пожалуйста, я забыл. И я знаю, что послезавтра, 11 декабря, у тебя будет премьера этого спектакля на сцене Камчатского театра «Драмы и комедии». Правильно? Нет, все немножко не так. Камчатский театр «Драмы и комедии» делает тоже спектакль «Спасти камеры Юнкера Пушкина» по этой же пьесе Михаила Хейфица. Это просто случайное совпадение. Поэтому тот спектакль, который мы поставили с Валентином Васильевичем, это моноспектакль. Как он и написан был, как написано, это монопьеса Хейфица написана, так вот он был в чистом виде и поставлен. И по последней редакции автора, который, когда узнал, что мы со Зверовщиковым начинаем ставить этот спектакль, прислал нам последнюю редакцию этой пьесы. И мы оттуда не выбросили ни одного слова. Купил я книжку в среднетехнические учебные заведения, ну тогда еще Ленинграда. Да хрена, чему только не учат. Листал, листал, думаю, что бы такое выбрать, чтобы поменьше математики было и без Пушкина. О! Смотрю Кинотехникум. Название сразу понравилось. Кино уже хорошо, то есть можно будет все фильмы бесплатно смотреть. А потом парень у нас во дворе жил киномехаником, работал, так с ним все девчонки хотели дружить. Туда и подался. Зря дубасов со мной не пошел. Экзамены на самом деле одно фуфло, никто, похоже, эти сочинения даже не читал. Занятия начались, переменка, все стоят, курят, никто не шухерится, потому что ты не школьник уже, а студент. И даже стипендия тебе положена 20 рублей. Обалдеть! Это даже страшно подумать, куда и на что такие деньжищи потратить можно. Это же сколько выстрелов из воздушки сделать можно. Вот я тогда не курил, но за компанию постоял со всеми, ну, типа взрослый. И с девчонками сразу все по-другому. По-взрослому, потому что не школьник уже, а студент. Про Пушкина даже не вспоминаю, думаю, кому он здесь сдался. Но только Пушкин. Пушкин очень скоро о себе напомнил. Не помню, что там была переменка какая-то, праздник какой-то. Короче, познакомился с девчонкой из параллельной группы, пошел провожать. Ну, все, сбился, черт возьми. Злые языки рассказывают, что во время работы над этим спектаклем ты специально ездил в Сыдовский Бург и ходил по пушкинским местам. Расскажи, пожалуйста, об этом более подробно. Совершенно верно. Когда, в общем, эта пьеса появилась у меня в руках, Валентин Васильевич Зверовщиков мне дал ее около трех лет назад. Но так как мы жили в разных городах, да и продолжаем жить, да, Валентин Васильевич сейчас главный режиссер Братского театра. Я уезжал на год, жил в Сочи, работал в дирекции Зимнего театра и в Сочинской филармонии. Мы никак не могли состыковаться. А тут вот это все так сложилось, и в январе 21-го года мы начали... Мы приехали оба на Камчатку, были на Камчатке, и у нас был большой запас времени нахождения здесь вместе. Мы начали работать дома на кухне у Зверовщикова над этой пьесой. Ставили мы ее пять месяцев, но в какой-то период я понял, что мне не хватает моих базовых знаний по Петербургу, по Пушкину и по тем местам, как все это происходило. А в пьесе все-таки исследования последних дней жизни Пушкина происходят. И, о чудо, возникли в моей жизни некоторые добрые люди, которые, когда я обмолвился, что мы работаем, а мне не хватает, они мне сказали, сколько вам нужно, чтобы вы слетали в Петербург и восполнили то, что вам необходимо. И эти люди оплатили мне туда поездку. Я провел неделю в Петербурге, связался с Хейфицем, с автором пьесы, который прислал мне полностью все адреса, которые указаны в пьесе, где сам жил герой, какая школа, в какой школе он учился, последние дни Пушкина, откуда он ехал, где он мог пересечься с Натальей Николаевной, как они ехали на Черную речку. Сам путь, все, что описано, все, что историки нам описали и то, что Хейфиц скомпоновал в своей пьесе, перенося нас из одну эпоху в другую, по всем этим адресам в Петербурге, то есть вот эту неделю я посвятил такому большому исследованию и прошел все пешком. И мои друзья в Петербурге, которые смогли мне тоже поделиться своими знаниями историческими об этих событиях, конечно, подключились. И это было сделано большое исследование по этой пьесе, поэтому когда сейчас во время спектакля, когда я рассказываю, как он шел, как он переходил, вот на этом перекрестке нужно повернуть, первый перекресток Ланской шоссе, вот на втором нужно повернуть направо, идти вдоль Коломяшского проспекта, железнодорожного переезда, я точно знаю этот путь, потому что я сам его прошел, я прошел все, где жил главный герой, в каком доме, я знаю его балкон, как он шел в школу, на каком автобусе ехал, как он ходил к метро, это уникальная вещь, вот в этом и есть в моем понимании театр, когда ты начинаешь погружаться, исследовать персонажа с самого начала, с самого его рождения, и не просто придумывать фактуру этого персонажа, а ты точно понимаешь, где он находился, и ты тогда погружаешься в этот материал полностью, я готов отвечать за каждое слово, которое произносится в этом спектакле, я точно понимаю каждое событие, которое происходило, и каждый поворот, где находился в данный момент герой. Но мы же не увидим этот спектакль. Нет, мы увидим этот спектакль. Только в исполнении других актеров. Это тоже хорошее событие. Во-первых, всегда есть публике возможность сравнения, ведь пьеса, она одинаковая, она в ней, там кардинально ничего не меняется, а разные режиссерские взгляды, это и есть разные спектакли. То есть получается, что вы в разные дни выйдете на одну и ту же сцену с одним и тем же спектаклем, правильно? Ну, правильно, то есть у меня существует свой моноспектакль, который сейчас идет в Театре кукол, будет 18 декабря. Вот об этом поподробнее, вот об этом поподробнее, назови, пожалуйста, даты и время, когда мы наконец-то увидим твоего Камер-Юнга. Да, первая премьера состоялась на Камчатке 30-31 октября в Камчатской филармонии. И после этой премьеры я получил приглашение играть этот спектакль на сцене Камчатского театра кукол. И ближайший спектакль 18 декабря в 5 часов. В 17 часов. Да, на сцене Камчатского театра кукол. Это уже, да, в театре начнутся елки, но наши... Да и те, кто не сможет попасть в этот день, те только в следующем году смогут увидать. Да, дальше мы планируем сотрудничество и прокат этого спектакля на сцене театра кукол. И также он запланирован уже в феврале и в марте. Понятно. Теперь скажи мне, пожалуйста, с Хейфицем все понятно, со Зверовщиковым тоже все понятно. Русофобия есть неотъемлемая часть их творческой жизни. Но ты-то, почему ты русофоб? Почему я русофоб? Мог принять участие, да не просто принять участие. Как ты мог выполнить этот спектакль, в котором русские люди представлены уголовными маргиналами? Где стремление русского человека к высокому, к светлому, чистому? Почему ты показываешь русского как уголовника? Почему как уголовника? Он не уголовник. Миша Питунин это как раз тот персонаж, в котором возник Пушкин еще с детского сада. Но спектакль-то и сама пьеса о другом. Она никакого отношения не имеет ни к русофобии, ни к делению по национальным или этническим признакам. Все-таки разговор идет в этой пьесе о том, как мы за счет возможно неправильного знакомства с литературой, с великой русской литературой, начинаем воспринимать и отторгать ее. И как потом эта же литература с течением времени проникает в нас, цепляя нас, потому что мы как раз русские люди и мы по-другому ее не можем воспринимать. И дай бог, чтобы нам каждому посчастливилось в детстве встретить того человека, который бы нас знакомил с этой литературой в правильном ключе. Не в ключе вы должны это выучить, вы это обязаны, вы это должны делать, а в том ключе, а как формировалось все это, а откуда это возникало. А эта русская словесность, которая возникала в этих произведениях, это гений наших авторов, фундамент нашей культуры, которая нас формирует. Вот о чем спектакль, что Пушкин-то, оказывается, был никому не нужен, а в нем содержится духовность России. Там истоки находятся. И о той потере, которая произошла, ведь сказал же Николай, не допустить. Но что-то пошло не так. Они убили его раньше, потому что на роду у него было написано. Как-то совсем в юности, еще после лицея, пошел Пушкин вместе со своим другом, капитаном измайловского полка, к гадалке. А та возьми да нагадай. Пушкину погибель через белого человека, а дружку ему, капитану, вообще скорую смерть только бы прямо на днях. Ну в 20 лет, кто в такую фигню верит? Ну погадали, развлеклись, похохотали, да и забыли. Все, ну может быть, так и было бы, да только дружка этого, пушкинского капитана, на следующий день какой-то солдатик штыком пришел на смерть. Вот это развлеклись. Тут уж во что хочешь, поверишь и суеверным станешь. А сказано, между прочим, было, и проживет он долго, если на 37-м году жизни не случится с ним беды от белой головы белого человека или белой лошади. Вот поэтому он никого не боялся. Вот поэтому он спокойно стоял под пулями на дуэлях. Знал. Еще не время. А белый человек появился в Петербурге 11 октября 1833 года. Чего, спрашивается, принесло-то его в Петербург? Да он и не собирался. Ему же главное было только ноги из Франции унести. Все непосильно нажитое у его семейки-то во время революции отобрали. Вот и скитался он по Европе, искал, куда пристроиться. На дворе прусского принца Вильгельма выпросил чин унтер-офицера. Это же только одно название, что чин, но он же и на это был согласен. Ну туда еще надо было добраться, а не на что. Застрял в какой-то захолустной гостинице, типа наших листаков, без всякой на ту надежды расплатиться. И вот здесь начинается для него счастливая череда событий. Тем временем в Россию возвращается некий голландский посол-барон Гекки. И надо же такому случиться, что ломается колесо его кареты как раз неподалеку от этого трактира. Судьба. Вот так и познакомились. Познакомились и так друг дружке понравились, что барон берет молодого Дантеса и везет с собой в Петербург. А дальше больше усыновляет. Делает наследником титулов, всего состояния вводит в свет, представляет императору. А тот, недолго думая, назначает его в гвардию. Оба-на! Там вся гвардия на ушах стоит. Какого-то французишку вот так в гвардию не за здорово живешь. Еще вчера был готов унтер-офицером пристроиться. Это же вообще ничего, только портянки на складе выдавать. А сегодня гвардейский офицер, поручик кавалергардского полка. И остается только добавить, что форма у них была белого цвета. Ездили они в полку на белых лошадях, а сам он был блондин. Вот все и сошлось. Все как предписано. Знала гадалка свое дело. А в пьесе существует два отрицательных героя, которые впоследствии стали рэкетирами, бандитами. Но именно они стали вдруг отстаивать на этих лотках в 90-х годах. А почему здесь нет Пушкина? А почему здесь есть все? А где Пушкин? Где наше все? Даже они, и забавно, как Питунин говорит в пьесе, забавно мне стало, что кроме нас с Секой у Пушкина защитников не нашлось. Это разговор о том, что нам необходимо. О том, без чего мы действительно не можем жить, без чего мы не можем продолжать. Это наш культурный код. То есть, теперь, после беседы с тобой, я могу говорить, Алексей Высторопец не русофоб. Нет, вы можете это говорить, Саша, всегда, Алексей Высторопец не русофоб. Нет, конечно, конечно, я ужасный патриот своей страны. И патриот как раз вот в культурном пласте. Я не хотел бы жить ни в какой другой стране. Я хочу говорить на этом языке. Многогранном, многослойном, имеющих вторые смыслы, массу оборотов. Мне нравится это. Ну и у тебя будет возможность накануне Нового года все-таки со сцены поговорить со зрителем на этом языке. Совершенно верно. Самой большой наградой после спектакля для меня является то, что когда подходят и начинают писать зрители о том, что мы захотели перечитать. Мы захотели вернуться. Вы сделали для нас открытие. А это из судьбы поэта мы не знали. А это мы не знали. А это мы хотим опять к этому вернуться. Мы хотим этим жить. Мы начали читать детям только сказки Пушкина. Но что может быть дороже для исполнителя, который и говорит о том, что вот оно у нас все в руках. Это золото. Это и есть наше золото. Это и есть наше золото.